Если меня спросить, вот и вот мое мнение тоже, вот как Рамзан Кабрил, я объявил бы военное положение, объявил бы мобилизацию, надо подготовиться, готовить, начал бы готовить людей к военному положению. И мое мнение такое, не знаем, что будет завтра, этих шайтанов, которые не придерживаются никакой религии, традиции, обычаи, у них союзников, этих шайтанов, больше становится, потому что они есть шайтаны. Надо не ждать пока руководство государства объявит мобилизацию, но все должны мобилизироваться, каждый регион должен дать сил, средств, которые у них есть, те возможности, которые у них есть, предложить то, что они могут сегодня для того, чтобы поддержать наших военных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова То, что говорится в хадисах пророка, я никогда не нарушил и не нарушил. И кто не скажет, чтобы я нарушил, он мой враг. Я истинный верующий мусульманин. Я еще раз говорю, мне моя религия не запрещает, а наоборот, обязывает в этом государстве быть преданным государством нашего государства. Поэтому это шайтанчики, не понимающие религии в ислам, там, трактуют по-своему. Так что я знаю с седьмого своего отца и знаю их истории. Они всегда изучали, преподавали, распространяли ислам. Поэтому моя главная цель – это создать условия, чтобы вырастить достойных мусульман, а не тех ваххабистов или шайтанов, которые взрывают, убивают. А хочу показать истинное лицо мусульманина. Нас не призывает воевать. Есть правила войны, при каких обстоятельствах нужно воевать. Глава Чечни Рамзан Кадыров о нелегкой работе губернаторов. Там не то сделал сразу, салам алейкум. Откровенно о своих достижениях. У нас по всем направлениям очень хорошие показатели. И о недоработках. Срепом у меня не получается. О достойных мужчинах. Чеченец никогда не имеет права допустить подлости. И о мужчине достойного восхищения. Путин абсолютно красавчик. Рамзан Кадыров. Важная персона. Суббота 20.10. На телеканале Москва 24.